Добрый день, коллеги! Меня зовут Наталья Сергеевна Бугрова, я директор Центра инновационного дополнительного образования «Умная методика», кандидат педагогических наук. Сегодня, 31 марта, мы завершаем онлайн-марафон для учителей русского языка и литературы. От лица нашей команды благодарю вас за интерес, активность, участие в обсуждении и подаренную нам радость общения. Марафон стал объединяющим для учителей-филологов со всех концов нашей необъятной страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. В марафоне принимали участие школьные учителя, преподаватели вузов, колледжей, сотрудники методических центров, сотрудники частных образовательных центров. У нас также были преподаватели русского языка как иностранного, которые проживают во Франции, в Германии, в Канаде, в Австралии, в Эстонии, в Молдове. И мы рады всем, кто откликнулся и кто в течение трех месяцев слушал лекции наших авторов и затем на практике применял полученные знания. Еще раз благодарю всех за проявленный интерес, потому что только благодаря вам марафон состоялся. Мы планируем и в дальнейшем продолжить с вами онлайн-общение и проведем несколько коротких тематических квестов, а также летнюю онлайн-школу «Умные методики». Анонс летней школы сделаем в конце апреля. Занятия в ней будут проводиться в июне и августе месяце. Еще раз напомню всем о необходимости отправить нам документы для зачисления на курсы повышения квалификации. В соответствии с новыми требованиями, теперь данные о каждом выданном удостоверении, его номере, серии и регистрационном номере мы должны вносить в единую федеральную базу выданных документов об образовании. И поскольку сделать это мы можем только единым списком, пожалуйста, поторопитесь с отправкой документов. Мы обозначили крайним сроком 15 апреля. И после 15 апреля планируем также начать рассылку удостоверений о повышении квалификации. Обращаю внимание на то, что ксерокопии, паспорта, дипломы об образовании, свидетельства о браке нужны в хорошем качестве. И нужны именно ксерокопии, а не распечатка этих документов как фотографии или как сканов. Также я хочу пригласить вас в новом учебном году к сотрудничеству в двух проектах умной методики. Первый проект – это «32 ступени к успеху». «32 ступени к успеху» – это 32 дополнительных занятия на базе образовательной организации в течение 8 месяцев. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. Мы предлагаем для занятий, во-первых, образовательную программу на 2019-2020 учебный год ежемесячно для каждого учащегося и педагогов пакет учебно-методических материалов для занятий. Учителю требуется минимальное время для подготовки к этим занятиям и в течение всего периода реализации проекта методическое и организационное сопровождение менеджерами проекта. Думаю, что администрация школы обращается к вам с просьбой принять участие, либо с требованием принять участие в реализации дополнительных платных образовательных услуг. Поэтому наше предложение для вас. Финансовую сторону готовы обсуждать индивидуально. Звоните, пишите. Среди участников марафона есть педагоги, которые уже несколько лет работают в проекте «32 ступени к успеху». Обращаюсь к ним. Уважаемые коллеги, прошу вас в комментариях под этим видео оставить свои сообщения, мнения, опыт об участии в этом проекте. Еще один проект «Умные методики» – «Конструктор сочинения». Это онлайн-репетитор для подготовки к заданию 27 теста ЕГЭ по русскому языку. Уже завтра 1 апреля, начинается короткая четвертая четверть. И это очень хорошая возможность для выпускника еще раз проверить свои знания, навыки, необходимые умения для выполнения задания 27. Вы, как преподаватели, можете использовать «Конструктор сочинения» на своих уроках, на индивидуальных занятиях, как репетитор, если вы этой деятельностью занимаетесь. И вы можете предложить воспользоваться «Конструктором сочинения», ученикам, которые не очень уверены в своих силах и которым необходима дополнительная тренировка перед итоговым экзаменом. Еще раз благодарю всех участников марафона. Надеюсь, что мы не последний раз с вами встретились. Приглашаю к продолжению сотрудничества. И, конечно, мы проведем через год новый онлайн-марафон 2020. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...